Добрый день, глубоко обожаемые коллеги и гости. Сегодня 10 февраля 2022 года, 15.00 по московскому времени. Коллеги, в связи с поздним несколько прибытием пятого члена диссертационного совета, объявляю первый перерыв. Он сейчас подключится. Спасибо. Продолжение следует... 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 БГУ. Обращаю ваше внимание, что письменные вопросы, оглашение которых занимает более двух минут, озвучены не будут. Следующий момент. Ответы соискателей не более двух минут на один вопрос. Выступление научного руководителя соискателя не более трех минут. Обсуждение членами диссертационного совета перед открытым голосованием результатов защиты, на время которого звук трансляции отключается. Примерно пять минут. И далее открытое поименное голосование, подсчет голосов председателем диссертационного совета с последующим занесением результатов протокол заседания. Следующий момент. Принятие решения о присуждении или не присуждении ученой степени и заключительное слово соискателя не более двух минут. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы или возражения по данному регламенту? Так, возражений и вопросов нет. Перейду к реализации регламента заседания. Прежде всего, прошу отключить звук мобильных телефонов. Уважаемых коллег по диссертационному совету, которые находятся в режиме удаленного доступа, прошу телефоны не выключать для оперативной связи. С вами в случае технического сбоя. Спасибо за внимание. Итак, приступаю к введению заседания. Краткий доклад относительно соискателя нашего. Диссертация Бенцина-Забель-Назиховна на соискание ученой степени кандидата экономических по научной специальности 5.2.1 экономическая теория на тему воздействия качества институциональной среды на экономическое развитие принята к защите приказом ученого секретаря СПВГУ от 9 сентября 2021 года. Приказ номер 8635 дробь 1. Бенцин-Изабель-Назиховна написала свое диссертационное исследование на базе Санкт-Петербургского государственного университета в статусе аспиранта. Ее научным руководителем является доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории и экономической политики СПВГУ Лякин Александр Николаевич. Количество публикаций соискателей, в которых возлагаются основные научные результаты диссертации, согласно представленному списку три работы. В рецензируемых научных изданиях из перечня утвержденного имени Оборнауки РФ две публикации, в изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus, одна публикация. Все представленные соискателем документы, пополученные мной информацией от куратора, соответствуют установленным ВСПВГУ требованиям и хранятся в аттестационном деле соискателя. Их копии также есть у сотрудника отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов, которые сейчас присутствуют на заседании. Прежде чем предоставить слово председателю, уважаемый член диссертационного совета, есть ли у вас общие вопросы к соискателю, в том числе, есть ли необходимость оглашать весь список представленных соискателем документов на защиту. Вопросов? Нет. Спасибо. Нет. Ну и тогда мы переходим к следующему пункту повестки дня, краткий доклад соискателя. Напоминаю, 15 минут. Спасибо. Глубоко уважаемый председатель член диссертационного совета, уважаемый присутствующий, здравствуйте. Позвольте представить вашему вниманию диссертационное исследование на тему воздействия качества институциональной среды на экономическое развитие. Актуальность выбранной тематики обусловлена прежде всего проблемами российского экономического роста, необходимостью выхода из стагнации, совершенствования институтов и преодоления инерции их развития. Целью настоящей работы является теоретическое обоснование и оценка влияния качества институтов на экономическое развитие и благосостояние. Задачи исследования представлены на слайде. Позвольте представить вашему вниманию наиболее важные результаты, выносимые на защиту. На основании изучения и осмысления наиболее известных теорий институциональных различий мною был получен вывод, что теории институциональных матриц, порядков ограниченного и свободного доступа, инклюзивных и экстрактных институтов объясняют один и тот же феномен, а именно устойчивости институциональной среды к фрагментарным изменениям. Переносимые формальные институты деформируются под действием неформальных институтов, которые сохраняются. Полученный вывод позволяет в качестве базисной основы исследования использовать одну из теорий. Мною была выбрана теория институциональных матриц или XY-теория. Заметим здесь, что устойчивость институтов вовсе не означает их неизменности. Изменения здесь рассматриваются через призму стимулов элит к совершенствованию институтов, где главенствующая роль отводится легитимизации собственности. Революционные изменения института прав собственности завершаются только тогда, когда элиты становятся заинтересованы в том, чтобы создать соответствующие механизмы защиты в избежании перераспределения собственности в будущем. На основании теории мною было произведено осмысление и классификация свойств институциональной среды, характерной для России. Заметим, что данные свойства будут применимы и к другим экономикам с базисной структурой X-матриц. Такие свойства, как двойственность, компетентная неполнота, сложность и нестабильность, фрагментарность, наличие институционального вакуума и квази-институтов. Все они в совокупности говорят о слабости сложившейся правовой системы и неспособность создать условия для роста благосостояния населения и роста экономики. Для достижения поставленной цели исследования передо мной была поставлена задача поиска количественных характеристик качественных особенностей институтов. В настоящее время популярными являются различные индексные рейтинговые исследования, оценивающие институты и проводящие сравнения между странами. На слайде представлены пять довольно популярных индексов, и мы видим, что у них есть общее ядро. Эти индексы оценивают примерно одинаковые параметры. И вопрос достоверности информации, полученной, как правило, экспертным методом, методом опросов, является актуальным. Моя гипотеза заключается в том, что если удастся найти хотя бы два индекса, которые используют различные методы сбора информации и оценивают различные параметры, и в случае, если информация в данных индексах будет согласованной, тогда мы можем судить о достоверности результатов рейтинговых исследований. На слайде представлен граф, где линиями обозначены пересекающиеся оцениваемые параметры институциональной среды, а стрелки означают прямое заимствование результатов исследования. Мы можем видеть, что два индекса – это лёгкость ведения бизнеса и качество государственного управления, напрямую не связаны методологией. К тому же они используют совершенно разные методы оценки. Например, качество государственного управления используют экспертные методы, а лёгкость ведения бизнеса – прямые измерения отдельных параметров. Анализ ранговых корреляций показывает, что указанные два индекса демонстрируют высокую тесноту связи. Отсюда можно сделать вывод о том, что полученная информация является согласованной, оценки достоверные. Также оценка отдельных параметров институциональной среды позволяет сделать выводы о качестве институтов в целом. Таким образом, дальнейшее исследование строится на основе анализа информации из индекса к качеству государственного управления. На слайде представлена регрессионная модель, объясняющая различия в уровне благосостояния между странами в зависимости от качества институтов. Мы видим, что связь не является линейной, но она является прямой. Так, увеличение индекса на один пункт приводит к росту ВВП на 1,5%. При этом институты объясняют более 80% различий в уровне благосостояния между странами. Это позволяет сделать выводы относительно социально-экономического положения России, где слабые институты препятствуют росту благосостояния населения. Однако исследования зависимости темпов экономического роста от качества государственного управления показывают, что связь не является функциональной, что потребовало применение инструментов кластерного анализа для разбиения всего массива стран на группы, поддающиеся интерпретации. Мы видим, что страны из первого, второго и третьего кластеров характеризуются худшими оценками институтов. Худший означает отрицательный в данном рейтинге. Данные страны характеризуются относительно более высокими, но в то же время и более вариативными темпами экономического роста, в то время как страны, принадлежащие четвертому и пятому кластерам с эффективными институтами, получившими положительную оценку в индексе, показывают хоть и более низкие, но и менее вариативные темпы экономического роста. Различие в уровне благосостояния между кластерами показывает, что институты по-разному проявляют себя в темпах экономического роста в краткосрочном и долгосрочном периодах. Так, в коротком периоде возможно достигать высоких темпов экономического роста при низком качестве институтов, но в длительной перспективе темпы экономического роста определяются именно качественными институтами. Экономический рост в условиях ресурсного изобилия является достаточно актуальным аспектом для российской экономики. Гипотеза парадокса ресурсного проклятия состоит в том, что богатство ресурсами при слабых институтах позволяет поддерживать приемлемый для большинства населения уровень жизни. При этом неэффективные институты консервируются, и страна жертвует повышением благосостояния населения и своим будущим развитием. Для того, чтобы привести дополнительные аргументы в пользу данной гипотезы о наличии парадокса, страны были разделены на 7 кластеров по принципу единообразия ВВП на душу населения и наличию или отсутствию ресурсной ренты. Мы видим, что страны, имеющие большие запасы нефти, характеризуются существенно более худшими показателями качества институтов. Аналогичным образом мы видим на другом слайде, что страны, сравнимые по уровню ВВП, показывают худшие оценки качества институтов, что наталкивает на мысль о том, что ресурсы становятся одной из причин деградации институтов. Вместо того, чтобы совершенствовать институциональную среду в целях достижения целей развития, элиты предпочитают ослаблять институты для перероспределения ренты в свою пользу. Также важно заметить здесь, что такие страны, как Норвегия и Канада, не включенные в данный слайд, они не проявляют признаков парадокса ресурсного изобилия, поскольку нефтяные богатства были найдены уже в условиях, когда сформировались сильные экономические институты. Вопросы эволюции институтов под внешним воздействием также являются актуальными. В работе вновь рассматривался эффект колеи, то есть в зависимости от прежнего пути, когда институты экспортируются, но и деформируются. Для иллюстрации данного эффекта на слайде представлены республики, некоторые республики бывшего СССР, вошедшие и не вошедшие в Европейский Союз. Мы видим, что такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, смогли уверенно отторгнуть институты, присущие X-матрице, и двигаться в направлении совершенствования институциональной среды. Институты, их качества постепенно заближаются в данных странах, то есть мы можем сказать, что страны-экспортеры институтов следят за их качеством, поэтому они не деформируются. Но в то же время мы видим, что кластер, образованный Узбекистаном, Украиной, Белоруссией, Россией и Казахстаном, движутся внутри своей колеи. Внутри данного кластера институциональная среда также деформируется, но данные страны унифицируются, извините, но данные страны не пересекают нижнюю границу качества институтов. Отсюда можно сделать выводы, что эволюция институтов возможна под внешним воздействием. Страны, включенные в интеграционные процессы, меньше на себе ощущают эффекты колеи или зависимости от прежнего развития. Сложившаяся институциональная среда является устойчивой. Переносимые институты деформируются, а неформальные сохраняются. Также различия между странами по уровню благосостояния в большей части определяются именно различиями в качестве институтов. Чем выше качество институтов, тем выше уровень благосостояния и менее вариативными являются темпы экономического роста. Страны с качественными институтами в меньшей степени находятся в зависимости от рыночной конъюнктуры. Странам, добывающим и экспортирующим природные ресурсы, необходимо совершенствовать институты, приближаясь к качеству в эталонных странах, что позволит им трансформировать денежные потоки от экспорта потенциал для долгосрочного развития экономики и повышения уровня благосостояния населения. Спасибо за внимание. Доклад завершен. Так, уважаемые коллеги, есть ли вопросы к соискателю по докладу, который отражает основные положения исследования или по содержанию диссертации? Не более двух минут, пожалуйста. Есть ли вопросы? У членов диссертационного совета. Уважаемые коллеги, я бы хотела задать вопрос. Пожалуйста. Отношения собственности в России были радикально изменены в ходе реформы 90-х годов. Можно ли говорить после этого о сохранении базовых свойств институциональной среды? Как вы думаете? Тамара Алексеевна, спасибо большое за вопрос. Да, отношения собственности были изменены в ходе реформ, но мы сейчас можем наблюдать движение к повышению доли государства в экономике. Согласно оценкам Мирового валютного фонда, доля государства составляет примерно 20%, а государственные предприятия обеспечивают примерно 50% занятости. Таким образом, мы видим, что собственность постепенно государствляется и возникает обратный переход. Таким образом, мы видим, что институты, свойственные X-матрицам, по-прежнему сохраняются в экономике. Уважаемый председатель, у меня еще один вопрос. Можно мне задать? Так, как следует из диссертации, эффективность институтов проявляется в динамике роста экономики и благосостояния населения. А вот Китай демонстрирует устойчивый быстрый рост последние 30 лет при удивительном росте уровня благосостояния населения. Не ставит ли это под сомнение ваш тезис о меньшей эффективности институциональной системы, построенных на X-матрице? Спасибо вам еще раз за интересный вопрос. По поводу Китая необходимо отметить следующее, что путь, который проделала страна за последние 30 лет, это путь от аграрной страны к индустриальной. Здесь мы можем наблюдать эффект низкой базы, когда небольшие изменения выглядят масштабно. Это во-первых. Во-вторых, мы видим, что Китай постепенно интегрирует институты Y-матрицы в качестве примера можно привести либерализацию цен, которые они проводили в течение длительного времени. Также анализ субиндексов качества государственного управления показывает, что эффективность правительства в Китае оценивается положительной оценкой, что означает, что управление реализовано на высоком уровне. Здесь мы не можем видеть противоречий, поскольку X-матрица постепенно заимствуют институты рыночной экономики из Y-матрицы. Коллеги, еще есть вопросы? Есть. Если можно. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Значит, продолжая вопрос Амары Алексеевны, чтобы я был такой же вопрос, немножко по-другому, если сформулировать. Вот скажите, пожалуйста, Изабельна, как влияют плохие институты на инвестиционный климат, то есть, опять же, другое противоречие в Саудовской Аране. Там, по-моему, однозначно экстративные институты, абсолютная маархия и так далее. В то же время, как вам известно и всем известно, там самая крупная мельтодобывающая компания в мире в Сауде, Рамко, которая в десятку, топ-10 вошла недавно и сразу возглавила, это уже показатель высокой эффективности привлечения инвестиций. Вот тоже вот такой, в общем-то, парадокс с этой точки зрения. Вот, то есть, как влияют плохие институты на инвестиционный климат, вот на примере Саудовской Аравии. Руна Сальгевич, спасибо за вопрос. Он достаточно интересный и отвечая на него, необходимо учитывать, что в Саудовской Аравии, как это ни странно, созданы хорошие институты. Я ознакомилась с динамикой субиндексов качества государственного управления, все оценки положительные за исключением одного, это голос и подотчетность. Таким образом, мы видим, что Саудовская Аравия создала сильные институты, способствующие перераспределению денежных потоков, полученных от продажи сырья. По поводу влияния плохих институтов на инвестиционную активность, здесь можно сказать следующее, что основой развития экономики является защита прав собственности. Согласно оценкам Всемирного банка, защита прав собственности Саудовской Аравии реализована достаточно хорошо. Я затрудняюсь сказать точную позицию, но Саудовская Арабская Эмирата находится до... Я запуталась. Извините, я же могу задать вам уточняющий вопрос? Да. Я пока говорила, на фоне стресса я забыла, вы имели в виду Арабские Эмираты, да? Я имел в виду Саудовскую Аравию на примере крупнейшей компании и Сауде-Рамбо у них такая есть. Хотя по Эмиратам тот же вопрос, они же диверсификации очень успешно проводят, успешнее, чем в России. Можно и про это, и про это сказать. Хотя я понял в принципе ваш ответ понятен. Да. Спасибо. Если можно, еще один вопрос. Можно, вылезти? Да. Еще один вопрос вот по самому началу, значит, научная новизна. в принципе, я согласен. Научная новизна хорошая, но потом скажу выступление. А вот вопрос. Значит, пункт второй научной новизны определено, я цитирую, определено, что ключевым институтом, обеспечивающим эволюцию институциональной системы, является институт прав собственности, легитимной собственности является основой для инвестирования источного развития общества. Вот и вопрос. А что здесь все-таки нового, так как вот этот тезис, что ключевой институт это права собственности, это же ведь известный тезис либеральных теорий. Так, я прошу прощения, как председатель, немножко имею все без коллеги. У нас две минуты, да, задающие вопросы с тем, чтобы соискатель могла уловить все детали. Вы поняли, да, вопрос? Спасибо. Спасибо за вопрос. Здесь нужно прокомментировать, что пункт новизны, он связан еще и с тем, что мной было проведено осмысление различных теорий. Я брала три теории, где одна из них, теория матриц, утверждает, что с одной стороны изменения труднодостижимы, другие теории как раз таки и рассматривают эволюцию институтов. И исходя из синтеза информации, было получено, что да, действительно, институт прав собственности является ключевым в процессе эволюции институтов. Коллеги, есть ли еще вопросы? Ну, если можно, из Белоруссии Лемещенко представить. Пожалуйста, профессор Лемещенко. Уважаемая Изабель Назиховна, вот у вас главная теоретическая предпосылка является предпосылкой о двух как бы двух группах институтов матриц Х и Игорь. Ну, с моей точки зрения, это является как бы предпосылка чисто такая учебно-методическая, потому что, с одной стороны, если матрица Х это не рыночные институты, таких в истории не было никогда, с моей точки зрения, равно как если взять две тысячи лет, рыночные институты, они в общем-то эволюционировали. Вот какое ваше все-таки отношение, когда вы сделали неплохое, ой, слушай, хорошее исследование, я его поддерживаю, но какое все-таки ваше отношение к этой вашей теоретической предпосылке? Спасибо. Петр Сергеевич, спасибо за интересный вопрос. Я могу прокомментировать его следующим образом. Теория матриц Кирдиной, она дает удобную основу для анализа, поскольку она изначально формировала свою теорию, пытаясь ответить на вопрос, почему в одних странах происходит так, а в других вот так. Поэтому ее теория была взята за основу, но у нее есть один недостаток, она не отвечает на вопрос, каким образом эволюционируют институты. Поэтому, несмотря на то, что теория достаточно удобная для анализа и для базиса исследования, она была дополнена выводами из других теорий. Мое отношение безусловно позитивное, поскольку идеи и мысли и предпосылки Светланы Кирдиной дали возможность провести качественный анализ, но с другой стороны, у теории есть недостатки, которые потребовалось решить. Спасибо. Еще можно очень кратко один вопрос. Вот у вас лейтмотивом вашего выступления и вашего текста является то, что вы очень сложные проблемы, но тем не менее, является ли закономерностью такая, что наиболее обеспеченные страны природными ресурсами всегда имеют как бы слабый институт, а там, где нет нефти, газа и прочее, это все-таки более сильный институт. Есть такая закономерность линия? Спасибо вам за вопрос. Здесь закономерность неоднозначная, и из-за этого возникают споры относительно данного парадокса, из-за чего и были предложены дополнительные аргументы, потому что в странах с изначально сильными институтами, это хорошо известные примеры Норвегии или Канады, не возникает данного парадокса, в то время как, если находят нефтяные богатства страны с неэффективными или слабыми институтами, то там возникают стимулы элит для намеренного ухудшения качества институтов, чтобы извлекать аренду в свою пользу. Поэтому для стран с институтами низкого качества мы видим ухудшение, поскольку анализ основан на сравнении ВВП, то есть мы берем страны, где примерно одинаковый уровень благосостояния, и мы видим динамику, что институты оцениваются в нефтяных странах хуже. Спасибо. Коллеги, еще есть вопросы? Так, позволью я себе задать. У меня два вопроса. Первый, ну вот, это как бы применительно к России. Как вы думаете, какие из институтов формальные или неформальные сильнее влияют на экономическое развитие, экономический рост? Вот у нас традиции, вот эти патриархальные связи, там где-то все прощенчества, да, связанные с христианством, вот не является ли в этом причина того, что нам не выкаркаться вот из этой ловушки среднего уровня развития? Антежда Викторовна, спасибо вам за интересный вопрос. Да, я соглашусь с вами, что неформальные институты влияют существенно сильнее, поскольку переносимые из развитых экономик формальные институты деформируются именно под действием неформальных правил. Собственно, это и показывает анализ, проведенный в самом начале, где мной были исследованы специфические характеристики институтов, демонстрирующие слабость и искажение переносимых из других экономик. Спасибо. И второй вопрос. Мне, вы не нумеровали вашу презентацию, там сравнительные характеристики институтов, прибалтийские государства и нижние, где в конце уже вашей презентации. Вот у меня по поводу Прибалтики, особенно, что касается Литвы и Латвии. Значит, вот достаточно ли те факторы, которые учитывались при высокой оценке динамики благосостояния, высоком уровне относительном, достаточно ли учитывались внешние факторы? Я по своей области знаю, что там очень сильные вливания были в поддержку экологизации производства, огромные средства и по другим направлениям тоже. Может быть, здесь дело не в качестве институтов, поскольку, тем более, что вот этот рост, он сопровождается высоким уровнем безработицы и там просто докатастрофического оттоком населения в другие страны. То есть трудовой потенциал где-то подрывается, поэтому, может быть, недостаточно тех факторов, воздействующих на институты, которые вы рассматривали в известных индексах, для того, чтобы сделать правильные выводы. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Хочу сказать, что история отдельных стран, даже маленьких, она требует отдельного изучения, поскольку в диссертации именно рассматрено все в общем, без достаточного углубления в историю стран. Но из данной иллюстрации здесь динамика среднего показателя индекса качества государственного управления. Мы видим, что Литве и Латвии свойственно остаточное движение по колее. То есть долгое время страны работали в условиях X-матрицы и сейчас тормозящим фактором является именно некая колея в развитии. Но при этом Евросоюз как интеграционная группировка следит за качеством и не позволяет странам развиваться и дальше по прошлому пути. Спасибо большое, коллеги, но мы уже исчерпали по этой части регламент, поэтому переходим, я думаю, не будет возражений, к реализации следующего пункта нашего повестки дня. Это оглашение отзывов членов диссертационного совета. Нам надо решить еще предварительно следующий вопрос. Как вы хотите отвечать на замечания, которые содержатся в отзыве? После каждого отзыва вы отвечаете, да? Или все сразу? Тогда, значит, после каждого отзыва с учетом регламента вы отвечаете на замечания и пожелания. Ну, что касается внешних отзывов, то их не поступило, и поэтому мы переходим к выступлениям членов диссертационного совета. Ну, поскольку все отзывы были опубликованы на сайте СПБГУ с целью предварительного ознакомления, вот убедительно прошу зачитать или изложить только основные моменты, вопросы и замечания к соискателю. Нет возражений против такого? Нет? Возражений нет? Тогда давайте будем придерживаться именно такого порядка. И оглашение отзывов предлагаю в следующей последовательности. Сверещева Тамара Алексеевна, сначала вот те, кто в отдаленном режиме, Лапинский Саровна Сальгевич, вторым Лемещенко Петра Сергеевич, третьим Коростышевская Елена Михайловна и председатель Илья. Спасибо. Ну и слово предоставляется Тамаре Алексеевне. Пожалуйста, Тамара Алексеевна. Уважаемые коллеги, уважаемый председатель диссертационного совета, во-первых, я хочу поблагодарить вас за оказанное доверие участвовать в диссертационном совете по защите данной кандидатской диссертации. Причем очень необычной диссертации. Диссертации достаточно оригинальной. Но поскольку сказали, что основные моменты уже не нужно оглашать, я просто единственное хочу подчеркнуть, что сегодня институциональное исследование институтов является архиважной проблемой. Проблема оптимальности институтов, проблема их влияния на экономический рост и качество жизни. И особенно трудная проблема, которую автор пытается решить, это количественная оценка влияния системы институтов на экономический рост в целом. пункты новизны в общем-то считаю, что они соответствуют требованиям кандидатской диссертации. И я бы выделила следующее. Анализ существующих институциональных концепций, порядков открытого и закрытого доступа, инклюзивных экстрактных институтов, XY институциональных матриц позволил обосновать вывод о том, что использование теории институциональных матриц дает возможность определить существующие факторы устойчивости институциональной среды даже при неоптимальных условиях экономического развития. Страница 13-32. Следующий пункт тоже так покороче. На основе выдвинутой гипотезы и использования кластерного анализа обоснован вывод о том, что факторы экономической интеграции способствуют изменению институциональной среды в странах-участницах группировки. Страница 110-113. Следующее. Сравнительный анализ методологии составления международных индексов позволил доказать возможность их использования для характеристики отдельных институтов. Выявлена корреляционная зависимость между различными параметрами индексов, выделенное их ядро, позволяющее достаточно достоверно определить количественную оценку качества институциональной среды. Страница 90-100. Следующее. Выявлена количественная взаимосвязь между качеством институциональной среды, оцениваем интегральным индексом качества государственного управления и уровнем благосостояния в обществе. Я бы хотела подчеркнуть, что вот этот пункт, по-моему, дорогого стоит, потому что количественно оценить, ну, я не знаю, но это вообще-то такая попытка предпринималась, но вот я здесь увидела очень интересный подход. Доказано, что в долгосрочном периоде различия в величине ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в разных странах в значительной мере обусловлены различным качеством существующих институтов. Страница 108, 110, 148, 149. Вместе с тем, проведенные исследования по своему содержанию соответствуют пунктам паспорта специальности 5.2.1 экономической теории. Результаты, представленные к защите исследований и предложенный авторский подход подробно раскрывают значимость институциональных факторов в вопросах достижения устойчивого развития и могут быть использованы для дальнейшего изучения вклада качественных характеристик институциональной среды в экономическое развитие. Все полноучные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы. Есть вопросы дискуссионного характера по содержанию диссертации. Первый вопрос. В работе недостаточно ясно аргументируется направление причинно-следственной связи между качеством институтов и количественными оценками качества институциональной среды. Наличие связи еще не говорит о ее направлении. Страны с более высоким уровнем экономического развития могут позволить себе, помимо всего прочего, нести соответствующие издержки на повышение качества институтов. Содержание государственного управления относительно дешево обходится для богатых стран, а соответственно они могут позволить себе качественное оказание услуг со стороны государства. То есть автору необходимо доказывать не только наличие связи, но и ее направленность. Это как пожелание. Второе. Автор отчасти противоречит сам себе, утверждая, с одной стороны, что принадлежность к интеграционным группировкам является фактором, обеспечивающим эволюцию в сторону повышения качества институтов для стран Прибалтики, а с другой стороны, проводя сопоставление с теорией институциональных матриц, мы замечаем, что Латвия, Литва, Эстония это страны, в которых преобладают исторически сложившиеся институты Y-матрицы. Но после Второй мировой войны под экономическим и политическим давлением СССР проявляли себя как государство с доминирующим их институтами. После развала СССР несвойственные институты X-матрицы были отторгнуты. Это на странице 112 я привела цитату. Очевидно, в еще большей степени это относится и к Чехословакии, Венгрии и другим восточноевропейским странам, но как раз преобладание институтов характерных для Y-матрицы у стран, развившихся в течение двух веков в составе Российской империи вызывает вопросы. Третий вопрос. На наш взгляд требует дополнительного доказательства утверждения автора о том, что институты, созданные в экономиках с Y-матрицами, более эффективны, чем в экономиках с X-матрицами. Страница 54, 103, 119, 120. Например, такой институт, как планирование, впервые возник в экономике СССР, отнесенной автором к X-матрице. После Второй мировой войны Франция, отнесенная к Y-матрице, успешно использовала этот институт для восстановления своей экономики. Как объяснить, что Советский Союз, принадлежа к X-матрице, смог успешно провести индустриализацию в 30-е годы и войти в число лидеров четвертого технологического уклада. И, наконец, современная Китай, отнесенная к X-матрице, строит социализм, развивается по пятилетним планам и демонстрирует высокие темпы экономического роста и благосостояния. И четвертое. Учитывая цифровую трансформацию мировой экономики, диссертации следовало бы уделить внимание формирующимся цифровым институтам и соответствующим им индексам. Индексу электронного правительства, мировому индексу цифровой конкурентоспособности и другим. Это хорошо дополнило уже проведенный автором достаточно глубокий всесторонний интересный анализ. Но большинство моих замечаний носят характер пожелания. И в целом работа производит хорошее впечатление, отмеченные недостатки пожеланий не снижают значимости, глубины оригинальности проведенного диссертационного исследования, достоверности полученных научных и практических результатов и могут рассматриваться как отражение существующей научной дискуссии по данной проблематике. Заключение по диссертации. Диссертационная работа Бенсон Изабель Назиховна является завершенным научно-квалификационным самостоятельно выполненным исследованием, в котором представлены научно обоснованные достоверные результаты, имеющиеся автора публикации достаточно полно отражают содержание, результаты и выводы диссертационной работы. Диссертация Бенсон Изабель Назиховна на тему воздействия качества институциональной среды на экономическое развитие отвечает требованиям установленным приказом от 19 ноября 2021 года номер 11181 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, а ее автор Бенсон Изабель Назиховна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1 экономическая теория. Спасибо. Спасибо большое Тамара Алексеевна. Пожалуйста. Тамара Алексеевна спасибо большое за внимательное прочтение работы и я не могу с вами не согласиться о том, что следовало бы более четко прописать или пояснить связь причинно-следственную между институтами и благосостоянием. Здесь я ссылаюсь на выводы Дугласа Норта а также на работу русских авторов Акидинова и Алексашенко они как раз проводили похожие исследования где доказывали что институты как раз таки и являются первопричиной различий в уровне благосостояния и темпах экономического роста. второе замечание относительно преобладания институтов различных матриц здесь действительно я не спорю с тем что Литва Латвия и Эстония они изначально были экономиками с доминированием Y-матрицы но мы видим что Литва и Латвия столкнулись с проблемой воспроизводящихся X институтов и потери эффективности о чем сегодня как раз таки и говорилось в вопросах после выступления по поводу Чесской Республики и Венгрии отметим следующее что принадлежность данных стран к группировке не позволяет ухудшиться качеству институтов в приложении в диссертации переведен анализ где такие же графики построены для всех стран Европейского Союза и мы можем увидеть что Венгрия демонстрирует ухудшение индекса так в 2006 году индекс составлял 0,95 пунктов а в 2019 0,42 пункта но принадлежность группировки не дает институтам деформироваться и страны Европейского Союза никогда не пересекают нижнюю границу то есть нулевую отметку в данном индексе третье замечание сравнительной эффективности здесь можно сказать что Y экономики они более эффективно функционируют в условиях рынка но как отмечается Мажа Кирдина институты дополняющие из X матрицы помогают решить такие проблемы как провалы рынка или выход экономики из кризисных ситуаций как раз таки вот Франция использовала инструмент как планирование для того чтобы быстро и наиболее эффективно справиться с проблемами экономики также касательно Советского Союза мной был проведен дополнительный анализ и было выявлено что институты на самом деле функционировали более качественно я в первой части показывала что правовые институты являются существенным элементом экономического развития и они в Советском Союзе функционировали лучше например судебная система была действительно независимая право применялось более эффективно коррупция ограничивалась возможностями демонстративного потребления и так далее то есть здесь мы видим что Советский Союз смог провести индустриализацию в условиях качественных институтов по поводу цифровизации это действительно очень интересное направление исследования но его было сложно поместить в такую работу поскольку требует достаточно большого осмысления вопросы цифровизации отдельных экономик спасибо так спасибо большое Изабельна Адзиховна слово предоставляется Лапинскосу Арунас Эльгевич пожалуйста скажите пожалуйста Надежда Викторовна можно зачитать только замечание или весь отзыв если можно то покороче да как вы сочтете возможным да но в обзорном режиме вот как Тамара Алексеевна да не зачитывая подробно весь отзыв спасибо хорошо значит я с большим интересом и удовольствием ознакомился с данной работой так как работаю в горном университете раз а там в основном сталкиваемся с подобными работами на пятой специальности а в данном случае наша родная экономическая теория и поэтому есть чем сравнить могу сразу сказать что диссертация очень понравилась актуальность тут несомненно поскольку Россия давно не может выйти из этого порочного круга то причем в разной степени оценки даже члены правительства по-разному оценивают глубину этого проклятия ресурсов и голландской болезни кто-то считает что ее нет но вообще-то она есть об этом скажу подробнее выступление поэтому диссертация очень интересная и рассмотрена с неожиданной стороны для меня с применением теории институциональных матриц ну это было в общем-то интересно поэтому очень много плюсов классификация ну правда по правде сказать понравились не в одинаковой степени разные части работы вот меньше в меньшей степени мне понравилась первая глава первый параграф поскольку ну нету четкой привязанности и потом возникает некоторая противоречия о которых уже говорили с реальной практикой с точки зрения вот этой вот теории институциональных матриц которая вообще-то пришла из социологии ну это ничего плохого что из социологии но есть экономические категории которые можно с тем же успехом и с теми большим использовать хотя в целом это очень интересный подход особенно мне понравилась вторая глава используем рейтингов качества расчеты корреляции кластерный анализ и так далее и третья глава тоже в целом неплохая хотя там есть некоторые широковатости вот поэтому в целом хочу сказать что диссертация очень хороша и в целом оценка положительная теперь несколько замечаний первые замечания автор утверждает и справедливо что особенности институциональной среди России становятся препятствием для экономического роста но в работе нет выделения ключевых институциональных ограничений развития также нет рекомендаций по направленности мер совершенствования институциональной среды и отсюда непонятно возможно ли вообще проведение институциональной политики недостаточно раскрыта связь между институциональной матрицей и его политической системой второе замечание диссертации большое внимание уделяется институциональной матрице xy матрицей в частности но если идет процесс эволюции институциональных систем то на разных этапах исторического развития должно быть проникновение определенных элементов как в одну так в другую сторону и в целом первой главе наблюдаются некоторые злоупотребления терминами социологии третий автор дает дополнительные аргументы в пользу концепции ресурсов снова проклятия он же парадокс изобилия показывает что само наличие ресурсов не позволяет расти быстрее и благосостояние оказывается ниже потенциально возможным но в работе не рассматривается другой аспект а именно обеспечивает ли ресурсное изобилие уровень благосостояния выше чем у стран с аналогичного качества институтами то есть инклюзивными ну и полученные результаты позволили бы более адекватно судить о степени торможения экономического развития стран которые наделены ресурсами в частности нефтяными четвертое замечание в работе утверждается что для инновационной активности ключевое значение имеют инклюзивные политические институты в то же время признаются в конце работы что они не являются преобладающими таких стран как Китай был вопрос вот у Тамары Алексеевны и у меня был насчет Арабских Эмиратов особенно по Саудовской Аравии которые там преобладают явно X-матрицы в которых тем не менее не наблюдается вот это парадокс офф-пленте парадокс изобилия и ну вот это по-моему объяснено недостаточно и пятый пункт ну в работе есть некоторые стилистические погрешности опечатки там например на странице 63 для увеличения вложения в создание системы ну и так далее их правда немного в пределах допустимых ну и общий вывод как я уже начал говорить диссертации очень хорошие мне кажется в целом и плюсы намного перевешивает некоторые минусы и в целом диссертация отвечает требованиям установленным соответствующим приказом от 19 11 2011 года по порядку присуждения ученых степеней и соответственно ее автор Бенсон Изабель Назиховна заслуживает присуждения ученых степеней кандидата экономических наук по специальностям 5.2.1 экономической теории спасибо спасибо большое так Изабель Назиховна ваше слово Роман Роман Сергеевич спасибо за прочтение работы за высказанные замечания я могу их прокомментировать следующим образом рассматривая ограничения для развития я в большей степени касалась именно стимулов элит к совершенствованию или несовершенствованию институтов и было выявлено что если институты не совершенствуются то они позволяют действовать рентоориентированно то есть часть общества начинает извлекать административную или ресурсную ренту касательно эволюции институтов здесь главенствующая роль относится именно к принципам реализации права если право применяется одинаково ко всем действует без исключений то это безусловно является драйвером развития поскольку возникает стимулы для инвестирования для долгосрочных проектов и так далее при этом заметим то что теория Кирдиной хоть немножко и было злоупотребление данной теории поскольку она очень удачна на мой взгляд вот эта теория не входит в противоречие с другими теориями институциональных различий говоря об импорте институтов из x матрицы в y матрицы я уже повторюсь что в кризисные моменты институты из x матрицей оказываются очень полезны для стран с преобладающими y матрицами например новый курс Рузвельта он как раз таки и заключался в том что институты свойственные x экономикам были импортированы и использовались в качестве инструмента преодоления последствий депрессии по поводу ресурсного изобилия здесь несомненно богатые ресурсами страны могут позволить себе обеспечить более высокий уровень благосостояния и поэтому возникает парадокс что вместо того чтобы решать социально-экономические проблемы за счет улучшения качества институтов они начинают решаться посредством перераспределения нефтяных доходов например через фонд национального благосостояния или финансируются дефициты бюджета за счет этих средств таким образом тормозится и эволюция институтов и развитие экономики в силу отсутствия данных стимулов размытия прав собственности и других проблем вызванных несовершенством институтов по поводу инновационной активности стран с преобладающими институтами хочу отметить что в Собудовской Аравии реализована система трансформации денежных потоков от продажи нефти создаются счета для граждан и получается то что деньги распределяются между всеми членами общества более-менее равноправно что тоже способствует трансформации невосполнимых ресурсных богатств в развитии экономики а такие страны как Эмираты и Китай они действительно демонстрируют последовательное улучшение качества институтов и Эмираты они показывают положительную среднюю оценку качества государственного управления Китай пока еще нет средняя оценка является отрицательной и я предполагаю что в ближайшем будущем развитие Китая замедлится в силу того что трансформация не произведена а дополняющие институты они экспортируются и также могут подвергаться деформации спасибо большое за то что выслушали спасибо слово предоставляется профессору Алимещенко Петру Сергеевичу пожалуйста Петру Сергеевич уважаемый председатель уважаемые участники нашего научного собрания добрый день еще один еще раз всем чтобы были в добром здравии я эту работу читал во первых с удовольствием и с полезностью с удовольствием почему потому что она продолжает ту работу с которой я столкнулся в 1999 году когда мы переименовали нашу кафедру в рамках тех обваливающихся проблем вот живя в Советском Союзе когда старые институты решились новые непонятно как формировались ничего полезно для меня эта работа была потому что она действительно продолжает за последние лет 25 не только развитие теории но имеет практически вот такой аспект ну действительно поскольку экономическое развитие вот Россия определяется не только совокупностью материальных трудовых ресурсов Россия в этом плане одна из уникальных таких стран ну и параметрами качества институциональной среды о чем говорит справедливо автор то поэтому вот обращение к вопросам совершенствования качества института приобретает особую важность и актуальность правда наблюдая ну не только наблюдая а делая такие различные исследования большие маленькие я хочу сказать что эта проблема качества института и совершенствования ее системы уже заговаривается ну типа такого что а почему страна не развивается плохие институты ну нашли экстрактивные инклюзивные ну в общем-то процесс идет оказывается как для развития реального так и для развития теории требуется не одно десятилетие действительно работа имеет научные достижения ну во-первых это обращение к системе то есть анализ такой системный разных институтов это первый плюс далее в данной работе в отличие от других подобной тематики доказывается что индексы использующие различную информацию и методы сбора позволяет получить непротиворечивую оценку и могут быть использованы для количественной оценки качества институциональной среды позволяя ранжировать страны по данному признаку на основе кредитационного анализа можно обращаться к страницам и сравнительной анализа методик составления различных индексов автор очень убедительно ограничивает индексы разработанные на сходной методологии общей статической базе дело в том уже что она даже в своем выступлении обратила внимание что это немножко как бы требует ну скажем так внимания и корректировки потому что когда приводят какие-то системы и оценки индексы мы не совсем четко себе представляем на какой они методологической методической базе сделаны а это имеет огромное значение ну к достоинствам работы следует отнести и подробный анализ свойств институциональной среды в России и обращение к эффекту колеи ну как вы знаете вот эффект колеи сейчас имеет такое огромное значение не только там в нашем научном пространстве но и за рубежом в ряде стран ну правда если уж говорить то мало кто отвечает на вопрос почему одна страна выбирает другую колею вот как происходит этот переход а некоторые страны вот идут своей колеей потому что ей как-то так выгодно так удобно но действительно все-таки в рамках кандидатской диссерации это очень сложно сделать но тем не менее она сделала вот уважаемая наша вот диссертантка Изабель Назиковна очень убедительно и аргументированно ну что можно задать ей в качестве таких вопросов ну первое она и сама так если смотреть по тексту это как-то есть было бы хорошо чтобы более четко отделить проблему экономический рост экономическое развитие часто страна во имя роста как распределяется этот рост чью пользу что он несет в последующем действительно какой потенциал для развития это есть такая проблема далее автору следует было бы определиться с пониманием гранит допустимых изменений в ходе эволюции институциональной системы с одной стороны автор утверждает что в рамках институциональной матрицы определенного типа возможно сочетание различных институтов в том числе не относящихся к данной матрице более того она утверждает что последовательный импорт институтов способен обеспечить последовательное улучшение качества институциональной страны с другой стороны в работе содержится утверждение что сохранение доминантных институтов ведет деформации привнесенных институтов тратя им сходных свойств более того как показывает история вот здесь цитата попытки изменения доминантных институтов приводят к ослаблению и разрушению государства это принципиальнейший вопрос вообще-то откровенно говоря третье по мнению автора диссертации экономики в которых сложились институциональные системы определяем их с матрицами заведомо уступает эффективности экономикам чьи институциональные системы имеют в своей основе Y матрицы это страница 39 переход от одной системы к другой невозможен как бы и вроде бы ну отсюда возникает вопрос почему в ходе исторического развития возникли эти неэффективные институциональные структуры означает ли их параллельное существование неизбежности сохранения разрыва между двумя группами экономик ну и я задавал уже вопрос посоветовали бы про обращение к этим матрицам относиться как неким несыблемым и однозначно доказанным теориям тем более что уважаемый коллега передо мной говорил я очень уважаю этих авторов и необходимо междисциплинарное исследование но все-таки это работы такие социологические есть работы более обоснованные экономические ну четвертых постронных диссертантам регистрационных моделях проявляется прямая зависимость между качеством институциональной среды измеренной измеренной через различные индексы и уровнем благосостояния между тем наличие такой зависимости не показывает причинно-следственную связь высокое качество институтов ведет высокому уровню благосостояния или высокий уровень развития позволяет использовать ресурсы на построение качественных институтов где причина где следствие достаточно сложное пятое употребление термин употребляет термин защита прав собственности о подобного рода работах без этого не бойтесь уважаемому диссертанту следовало бы распространить хотя бы мысленном варианте эту процедуру и на защиту прав личности и свободу поддержание статуса и прочего наемного труда человеческого капитала мы обычно когда употребляем этот термин предполагаем что это вот есть капитал и требуется это а то что сегодня наемный труд которого более 80% и по сути дела ну есть проблема производительного и непроизводительного труда но тем не менее он остался как без теории так и без практики защиты ну можно порекомендовать работу например того же Пикетти о котором говорит того же Стиглица ну и так далее то есть ну и шестое диссертация содержит ряд ну огрехов оформительского характера ну что сделаешь такова участь всех диссертаций и всех скажем аспирантов ну в заключении как резюме действительно работа имеет законченный характер она оформлена есть идея идея хорошая плодотворная фактически материал в полной мере отражает гипотезу которая есть может она четко и не проявляется эта гипотеза не оформлена я что-то уже но тем не менее это есть есть доказательства и поэтому диссертация Бенсон Изабель Назиховны на тему которую мы обсуждаем она в полной мере соответствует специальности 5.2.1 экономическая теория и представляет собой вот законченное самостоятельное исследование которое имеет законченный личный вклад в развитие теории диссертация отвечает требованиям установленным приказом от 19.11.2021 года номер такой-то о порядке посуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности экономическая теория спасибо спасибо большое Петр Сергеевич пожалуйста Петр Сергеевич благодарю вас за прочтение работы и высказанные замечания могу прокомментировать их по порядку первое замечание относительно разграничения экономического роста и экономического развития могу сказать что экономический рост измерить проще он выражается изменением показателя ВВП или ВВП вращательного лучшего населения экономическое же развитие более широкое понятие и оно охватывает не только рост показателей но также и применяемые технологии накопление человеческого капитала и так далее в работе рассматривается именно экономический рост поскольку экономическое развитие во многом измеряется другими индексами например индексами развития человеческого потенциала и чтобы не попасть в ловушку когда корреляция просто так появляется в силу методологии был использован именно экономический рост в качестве исследуемого фактора по поводу границ допустимых изменений сама Кирдина выражается по поводу границ достаточно туманно и приводит пример что вот чашка и вот ложка это вот граница допустимых измерений понятное дело что это не очень удобное и не очень формальное объяснение и на том же примере Японии мной было показано что если страна начинает последовательно заимствовать институты то это неизбежно приведет и к деформации общественного устройства почему это не привело к разрушению потому что страна уже боролась с кризисом и трансформация произошла именно в целях достижения экономического развития то есть был спрос со стороны общества на другие институты таким образом пример Японии является успешным примером смены базисной матрицы по поводу эффективности экономик согласно самой же Кирдиной то X экономики были эффективны в свое время когда была некоммунальная среда то есть факторы производства было трудно разделить собственность была общая условная и страны развивались наилучшим образом по данному пути но внешние условия изменились теперь все функционируют в условиях рыночной экономики и X институты оказываются здесь неэффективными поэтому мы наблюдаем отрицательные оценки в индексах потому что страны не демонстрируют успешной работы в данном направлении о характере причинно-следственной связи я уже сегодня поясняла что здесь я отсылаюсь на других авторов которые доказали что институты являются первой причиной но степень влияния она осталась открытым вопросом о чем я и писала вторую главу диссертационной работы по поводу использования природных ресурсов для совершенствования мое мнение как исследователь состоит в том что поскольку природные ресурсы являются невосполнимыми чтобы не прийти к ситуации когда просто проедается капитал необходимо их трансформировать в потенциал долгосрочного экономического развития и по поводу защиты прав собственности существующие индексы оценки качества институтов они действительно учитывают такие моменты как реализация принципов верховенства права эффективность судебной системы и так далее то есть здесь имеется ввиду и защита прав основных человека на труд на жизнь и так далее вот спасибо все у вас да пожалуйста слово предоставляется профессору Коростышевской Елене Михайловне пожалуйста спасибо огромное за приглашение выступить в качестве члена диссертационного совета ну и хочу отметить следующие моменты ну во первых работа конечно очень актуальная очень интересная Россия остро нуждается в полноценных институтах научные положения вывода рекомендаций сформулированные в диссертации достоверны и обоснованы дальше коротко остановлюсь на положениях научной новизны основными являются следующие положения ну во первых доказано существование принципиальных возможностей институциональных изменений за счет последовательного развития института посредством заимствования в работе показано что институты могут эволюционировать под внешним воздействием также авторам предложена наиболее полная классификация свойств институциональной среды в России и определены специфические характеристики институтов их содержание определяет принципиальные возможности эволюции общественного устройства посредством изменения соответствующих формальных правил с сохранением базовых свойств присущих институциональной матрицы в диссертации приведены новые обоснования положения ключевой роли института прав собственности в обеспечении эволюции институциональной системы также в работе обоснована применимость индексов и рейтингов характеризующих отдельные аспекты институциональной среды для оценки качества института в целом далее обосновано влияние качества институтов на темпы экономического развития в краткосрочном и долгосрочном периоды в работе показано что в краткосрочном периоде возможно достижение высоких темпов роста при плохих институтах в долгосрочной же перспективе более высокие темпы роста обеспечивает именно качество институтов помимо этого диссертации доказано что в долгосрочной перспективе есть прямая связь между ВВП на душу населения и институциональной средой В странах-экспортерах нефти и газа ВВП на душу населения растет в меньшей степени, чем это могло бы быть достижимо в случае качественных институтов. Диссертация написана научным языком, доступна для понимания форме. Личный вклад автора является достаточно высоким. Представленная диссертационная работа является завершенным самостоятельным научным исследованием, в котором содержится решение значимой экономической проблемы, влияние качества институтов на экономическое развитие. Теоретическая и практическая значимость также высокая. Результаты исследования и предложенный автором подход могут быть использованы для дальнейшего изучения вклада в качественных характеристик институциональной среды на экономическое развитие. Практическая значимость заключается в обосновании институциональной политики, направленной на повышение качества институтов в рамках реализации национальных стратегий развития. Вместе с тем можно отметить некоторые моменты, некоторые спорные позиции и замечания. Так, на странице 37 автор определил тезис. Вот дословно зачитаю. Ярким примером слабости судебной системы является категория споров между гражданами и государственными органами власти. Как правило, по таким категориям споров граждане получают гарантированный отказ в удовлетворении требований. А процедура разрешения спора в судебном порядке регулируется отдельным кодексом, который исключает возможность самостоятельного предоставления своих интересов в суде и предъявляет достаточно жесткие требования к представителю и позиции. В этой связи необходимо уточнить, что автор имел под гарантированным отказом и на каком основании было выдвинуто это утверждение. Второе замечание. Также зачитаю дословно. Следующее утверждение было приведено на странице 131. «Доход от экспорта углеводородов из России достаточен, чтобы поддерживать неэффективные институты, но недостаточен, чтобы обеспечивать за счет него высокий уровень благосостояния». В этой связи необходимо уточнить, каким именно образом происходит процесс поддержки неэффективных институтов. Это второй момент и последний. В диссертации приводятся логические выводы о необходимости перехода экономики России от X-матрицы к Y-матрицы к логичному этапу эволюции институтов. Однако автор доказывает, что именно устойчивость институциональных матриц сохраняет основные характеристики институциональной среды. Несмотря на определенные изменения, импорт новых институтов, эволюцию форм и другие моменты. В этой связи вопрос, соответственно, возможен ли вообще данный переход, тем более если учесть, что особенности экономики ориентированы на экспорт природных ресурсов. На этом замечания у меня закончились и общий вывод. Это логически выстроено, завершенное, очень интересное исследование, которое требует своего продолжения, потому что поставлены как раз те вопросы и высвечены ключевые проблемы, которые требуют продолжения исследования. Ну и диссертация Бенсон Изабелли Назиховны на тему воздействия качества институциональной среды на экономическое развитие. Она соответствует основным требованиям, установленным приказом от 19.11.2021 года, номер 11181-1, о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. А соискатель Бенсон Изабель Назиховна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1, экономическая теория, пункты 9.1, указанного порядка диссертантам не нарушены. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Михайловна. Пожалуйста. Елена Михайловна, спасибо за отзыв и высказанное замечание. Хотелось бы пояснить, что по поводу гарантированного отказа интереснейшая вещь, основанная на официальной статистике судебного департамента. Если мы посмотрим, как у нас работает правоприменение, то, например, если возьмем арбитражные споры, там не наблюдается дискриминации каких-то отдельных лиц. Но если мы возьмем категорию споров с государственной властью, например, споры с муниципальными образованиями, 77% исков просто не принимается. Это официальная статистика. Из оставшегося 45% дел они отказные. Отсюда можно сделать вывод о том, что намеренно создаются условия, не позволяющие отстаивать свои права, особенно если возникает спор именно с государством. В целом, если мы рассматриваем споры с государством на всех уровнях, то не принимается в производство 50% исковых заявлений, а 30% из того, что принято, являются отказными решениями. Отсюда и сделан вывод о слабости реализованных механизмов судебной защиты в данном случае. По поводу поддержки неэффективных институтов. Если мы будем сравнивать страны, сравнимые по уровню качества институтов и имеющие или не имеющие ренты, то мы увидим, что у стран-экспортеров более высокий уровень благосостояния, поскольку реализованная система перераспределения нефтяных доходов действительно позволяет финансировать некоторые социальные аспекты жизни и поддерживать благосостояние населения на приемлемом уровне. Однако, с другой стороны, в чем возникает действие парадокса? Вместо того, чтобы решать вопросы совершенствования институтов, выбирается стратегия перераспределения части доходов и сопутствующая стратегия ухудшения качества институтов, чтобы можно было перераспределять ренту для элит в свою пользу. По поводу возможности перехода, пример Японии уже неоднократно озвучивался, можно привести другой пример, это страна Сингапур. Они тоже столкнулись с необходимостью трансформации общественного устройства, и беднейшая страна превратилась в богатейшую благодаря тому, что был осуществлен не одно десятилетие, но был осуществлен переход от X-матрицы к Y-матрицы. И переход был осуществлен по всем принципам экономической теории. Таким образом, мы видим все предпосылки и доказательства возможности совершения перехода и трансформации институтов. Спасибо. Так, спасибо большое, уважаемые коллеги. Мой отзыв разрешите воспроизвести. Но с учетом того, что я выступаю последнее, и уже многое было сказано, к чему я присоединяюсь, я постараюсь быть, возможно, более кратко и освещу только те проблемы, которые или вопросы, или какие, или преимущества работы, которые еще не были освещены. Мне, прежде всего, актуальность темы вне всякого сомнения, даже тот объем вопросов и количество вопросов, которые здесь прозвучали на защите, подтверждает, что эту тему надо исследовать. Здесь различные точки зрения. И мне представляется, что вот в этом дискуссионном водовороте, если можно так выразиться, диссертант занимает очень достойную, аргументированную, взвешенную и заслуживающую внимания и поддержки позицию. Работа, что тоже важно иметь в виду, она соответствует пункту 1.4 паспорта научной специальности. 5.2.1, это тоже важный очень пункт, я не буду его полностью воспроизводить, экономическая теория, институциональная, эволюционная экономическая теория и так далее. Что касается достоверности, я хотела бы отметить, ну, как я поняла, что Изабель, выпускница экономической кибернетики, я тоже выпускница экономической кибернетики, мне все было приятно, профессиональное использование экономико-минтопатических методов, обработка значительного объема информации, которая действительно подтверждает теоретические выводы, которые делаются диссертантом. Еще один момент мне хотелось бы отметить, вот уже по ходу обсуждения, на самом деле я об этом не говорила в отзыве, в качестве положительных моментов, но здесь добавлю по ходу обсуждения, что вот тот широкий круг вопросов, который здесь прозвучал, сначала мне показалось, что слишком широкая тема, вот профессионализм, владение материалом, и ответ по многим регионам, очень аргументированный, показывает, ну, во-первых, квалификацию нашего соискателя, а во-вторых, показывает, что вот полученные ею выводы, они обоснованы на самом деле, то есть они работают на очень широкой палитре стран, поэтому это тоже усиливает вот качество сделанного исследования, проведенного исследования полученных результатов. Я не буду, что касается замечаний, воспроизводить уже те вопросы, которые здесь обсуждались, в частности, вот их с матрицей и их связь с рентно-ориентированным типом экономики. Обращаю внимание только на те моменты, опять-таки, которые еще не звучали, что касается пожеланий и вопросов. Ну, вот автор довольно активно обсуждает тему социальной ответственности корпорации и трактуют ее, на мой взгляд, правильно, не только и не просто как способ поступать правильно, а как элемент управления рисками. Ну, вот что касается конкретизации, что имеется в виду, вот в части управления рисками в связи с реализацией корпоративной социальной ответственности, здесь желательно более подробная аргументация и пояснение. Тем более интересно мнение по этим вопросам, что в последнее время они активно обсуждаются, это топ-тема, и стратегии, да, и понятно, что уже работа была написана раньше, чем эта тема стала топовой, но, тем не менее, ваше мнение мне бы хотелось услышать. Очень интересный вопрос, я тоже им занимаюсь, это вопрос о условиях эффективности переноса институтов. Ну, вот их касается и диссертантов, ну, здесь небольшие противоречия. С одной стороны, полагает он, что формальные институты деформируются под воздействием неформальных, а с другой стороны, утверждает, что подобные изменения в трансформации принципиально возможны. В каком смысле? И мне представлялось бы в этой связи, поскольку это очень важная тоже проблема, понятно, всего не хватит, можно было бы сформулировать, откликаясь и на публикации в этом плане, условия, которые делают эффективным перенос институтов. Вы говорите вот о интеграционной вовлеченности стран в интеграционные процессы, которые в какой-то смысле являются гарантией эффективности переноса институтов. Вот, ну, более подробно, пожалуйста, может быть, аргументируйте свою позицию, может быть, еще какие-то факторы вы сформулируете. Указанные пожелания, вопросы не снижают общего высокого уровня проведенного автора исследования, носят самостоятельный целостный характер, содержат, безусловно, новые теоретические результаты, заслуживающие внимания, и которые имеют практическое значение. Содержание структуры диссертации отвечает поставленным авторам целям и задачам исследования, и основные положения работы представлены в открытой печати и опробированы в выступлениях на конференциях. Общий вывод. Диссертация Бенцена-Изабель-Назиховна на тему воздействия качества институциональной среды на экономическое развитие соответствует основным требованиям, установленным приказом от 19.1.21 номер 11181-1 на порядке присуждения ученых степеней в СПБГУ. Соискатель Бенцена-Изабель-Назиховна заслуживает присуждения ученых степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1 экономическая теория. Пункты 9 и 11 указаны на порядке, диссертантам не нарушены. Спасибо. Надежда Викторовна, спасибо за отзыв и высказанные замечания. Хочу отметить следующее, что тема социальной ответственности корпораций действительно недостаточно полным образом проработана, но данный вопрос уже поднимался Петром Сергеевичем, где мы обсуждали вопросы человеческого капитала и защиты основных прав. На мой взгляд, невозможно достичь именно экономического развития устойчивого без создания человеческого капитала. И здесь, конечно, социальная ответственность корпораций играет огромную роль. И обсуждая вопросы трансформации институтов, необходимо заметить, что интеграционные группировки не единственный способ преодолеть движение по колее. Есть такие примеры стран, как Япония и Сингапур, которые продемонстрировали всему миру, что планомерное и грамотное заимствование институтов позволяет существовать полноценный переход от одной доминирующей матрицы к другой. При этом здесь интересный момент возникает, что если страна будет импортировать институты Y-матрицы, но при этом доминанта X-матрицы останется неизменной, то произойдет, грубо говоря, откат системы, первоначальное равновесие. Поэтому просто импортировать частично институты неэффективно. Прозойдет отмена этих решений. Поэтому единственный путь – это последовательная трансформация всего общественного устройства, при этом наилучшими моментами являются критические моменты – это кризисы или состояние экономики, где именно развитие всех отраслей и экономики в целом является необходимым для выживания системы. Мой взгляд на Ваш вопрос такой. Спасибо. Ваши уважаемые коллеги, члены диссертационного совета возникла еще потребность что-то задать, какой-то вопрос, внести какие-то уточнения или все более-менее ясно. Диссертант подробно снял свою позицию. Наверное, достаточно, да? Так, я понимаю, достаточно, да. Так, спасибо большое. Значит, что касается выступления присутствующих в зале, я тоже не вижу желающих. Следующий пункт повестки дня – это оглашение вопросов, которые поступили в течение заседания. Вопросы не поступили. Ну и тогда выступление научного руководителя. Алексей Николаевич, пожалуйста, Ваше слово. Микрофон включите. А так? Все, чудно. Глубоко уважаемые коллеги, здравствуйте. Что, наверное, нестандартно для отзыва руководителя, во-первых, позвольте поблагодарить Совет, что в этих крайне несуразных, тяжелых условиях Совет собрался и защита прошла. Это само по себе удивительно, учитывая, в общем, те условия жизни, в которых мы живем. Насколько я понимаю содержание моей речи, моя задача заключается не в том, чтобы давать комментарии по диссертации. Понятно, что я несу как бы солидарную ответственность с аспирантом за эту диссертацию, а задача моя заключается в том, чтобы охарактеризовать работу диссертанта. В связи с этим, первое, с чего бы я все-таки начал, это с выбора темы исследования и почему, собственно, именно эта тема исследования была выбрана. Ну, во-первых, мы пытались воспользоваться теми преимуществами, которые есть. Изабель, экономист-математик, она неплохо владеет формальным аппаратом, и поэтому хотелось попробовать качественные исследования соединить с количественным анализом, что, в общем-то, на сегодня является магистральным направлением. Вторая половина дела. Мы попытались, насколько удачно, трудно сказать, но, тем не менее, соединить в определенном смысле марсистский подход и институциональный. Ведь общая идея институтов, которые препятствуют или способствуют развитию, в общем-то, вытекает из когда-тошнего марксистского понимания взаимодействия производительных сил и производственных отношений, которые тормозят, либо способствуют экономическому развитию. Но если в марксистском подходе предполагается некоторая констатация качества в рамках одного способа производства и переход предполагает изменение способа производства, то институциональная теория дает более гибкий подход многообразия институтов, который фактически есть некоторый синоним в другой системе координат производственных отношений. Вот это многообразие институтов все равно формирует некоторую систему. С этим связан и выбор диссертантам той концепции, которая легла в основу, поскольку именно кирдинский подход, пусть при всех социологических особенностях этого подхода, но тем не менее, это тот подход, который рассматривает институты как систему, которая может тем или иным путем меняться и эволюционировать. И второе, что было сделано, это количественные оценки, оценка достоверности той информации, которую могут давать количественные оценки и попытки все-таки понять, насколько изменение характеристик институциональной среды способствует или препятствует экономическому развитию. И в этом отношении должен заметить, что Изабель представляет на сегодня вполне самостоятельного исследователя. Здесь есть некоторая беда, конечно. В три года мы не уложились, не получилось. Получилось не три, а почти пять. Но, в общем, ничего не удивительного. Работа в основном была проделана в аспиранские годы с большим трудом и более медленно в последующий, но, наконец, все-таки доведена до конца, до такого состояния, когда его можно представить в защите. И это дает мне основания утверждать, что Изабель, как исследователь, сложилась. Она в состоянии самостоятельно формулировать гипотезы, искать пути проверки этих гипотез. А, кроме того, говоря о предшествующем аспирантском опыте, это эпоха еще немножко прежней аспирантуры. Это работа в аудитории, потому что педагогическая практика была не в том виде, как это проходит сейчас, а это нормальная работа в студенческой аудитории, ведение семинаров по курсу экономической теории. Это достаточно активная вовлеченность в молодежную науку на факультете. Ну и, наконец, мне кажется, достаточно крупным достижением является то обстоятельство, что Изабель опубликовала статью в Вестнике СПБГУ. Тот, кто сталкивался с нашим Вестником, знает, это достаточно жесткая процедура прохождения через независимую и действительно слепую экспертизу двух рецензентов. Там были долгие правки, но в конечном счете статья была принята Вестником, а на мой вкус все-таки это один из наиболее заметных российских журналов по экономической проблематике. В целом, завершая характеристику работы Изабель, хочу сказать, что с ней приятно было работать. Вот только, конечно, очень хотелось бы, я не уверен, что из этого получится, но очень хотелось бы, чтобы Изабель присмотрелась к возможности продолжения карьеры в высшей школе. Просто жаль, когда у нас появляются люди, которые в состоянии вести научную работу, а уходят, понятно, на большую зарплату, понятно, на более быстрые перспективы карьерного роста, но не остаются в высшей школе. Вот не очень хотелось бы, чтобы в данном случае этот процесс повернулся немножечко иначе. Спасибо, коллеги, и еще раз моя благодарность совету за то, что сегодняшнее действие состоялось. Спасибо. Спасибо большое, Александр Николаевич. Уважаемые коллеги, если желающие еще выступить, высказаться по диссертационному исследованию, тогда на этом дискуссия и прием вопросов окончены. Перед подведением итогов и заключительным голосованием задаю вопрос членам диссертационного совета и соискателю. Есть ли у членов диссертационного совета и соискателя какие-либо замечания или вопросы по процедуре ведения заседания, в том числе связанные с режимом удаленного доступа? Прошу, пожалуйста, всех среагировать на это. Нет никаких замечаний? Пулемещенко тоже нет. Отдаленный доступ тоже полностью. Нормально, все слышно, видно, замечательно. Арон Асангевич. У меня все в порядке, спасибо за приглашение. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Переходим к следующему пункту повестки дня. У нас следующий пункт это голосование и обсуждение результатов защиты требуется в закрытом режиме. Прервемся мы на перерыв, да, для того, чтобы обсудить результаты и потом уже будем оглашать их устной форме. Ну, наверное, нет необходимости. Все готовы уже сейчас выступить, да, со своим мнением, да? Все. Значит, нет необходимости. Нет, нет. Поскольку нет намерения в закрытом режиме, поэтому перерыв не объявляется. И, уважаемые коллеги, заседание продолжается. Прошу включить звуковое сопровождение трансляции заседания, убедиться, что оно работает. У нас все уже это работает и так. Так, все мы друг друга видим и слышим, да? Потому что сейчас самый ответственный момент, самый ответственный пункт это вопрос о голосовании. Все мы видим друг друга, да? И слышим, да? И слышим. Ответ положительный, да. Ставлю вопрос о присуждении Бенцина за Белл Назиха в неученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 5.2.1. Экономическая теория на открытое поименное голосование. Хочу подчеркнуть, что голосуя за, каждый член диссертационного совета соглашается, что пункт 11. Порядка диссертантов не нарушен. Речь идет о следующем. Диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора или источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично или в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить диссертации это обстоятельство. Напоминаю, что решение диссертационного совета по вопросу о присуждении ученой степени считается положительным, если за него проголосовало более половины, но не менее трех членов диссертационного совета, которые участвовали в заседании. Это согласно пункту 23. Порядка. И теперь переходим голосование. Член совета Красношевская Елена Михайловна, ваше мнение? Я за. Спасибо. Член совета Селищева Тамара Алексеевна, ваше мнение? Я за. Пункт 11 не нарушен. Спасибо. Член совета Лапинска Саронов Альгевич, ваше мнение? Я за. Спасибо. Большой член совета Лемещенко Петр Сергеевич, ваше мнение? Мещенко за. Так. И председатель совета Надежда Викторовна Пахума, в моем мнении, тоже положительно. Я за. Ну, коллеги, у нас единогласный результат. Таким образом, объявляю, что из пяти членов совета, участвующих в голосовании диссертационного совета, проголосовало за пять и проголосовало против нет, воздержавшихся нет. Решение о присуждении Бенсензабеля Надиховне ученой степени и кандидата экономических наук по научной специальности 5.1. Экономическая теория принята единогласно. Ну, я поздравляю и соискателя, и научного руководителя, но вот по регламенту вам предоставляется право выступить заключительным словом. Пожалуйста, Азель. Хочу рассказать всем вам огромную благодарность за внимательное прочтение работы, за достаточно интересные и сложные вопросы, которые потребовали обдумывания и поиска дополнительной информации. Не могу не согласиться, что, отвечая на поставленные вами вопросы, я получила большое удовольствие, отвечая на них, поскольку смогла систематизировать материал, узнать что-то новое и получить от этого в конечном итоге удовольствие. Поэтому еще раз огромное спасибо. Очень приятно было с вами сегодня общаться. Огромная благодарность научному руководителю, я так думаю, да, прежде всего ему. Мы, конечно, выполнили свой долг, да, но самое важное большое, да. И присоединяюсь к пожеланию научному руководителю, ни в коем случае не разрывайте связь с высшей школой. У вас большой потенциал, такой потенциал дается очень редко кому, поэтому мы ждем вас. Не отрывайтесь от нашего коллектива, пожалуйста. Ждем вас в преподавательской среде, в исследовательской среде, какой вам будет удобно. У вас огромный потенциал, вы здесь себя реализуете лучше, мне кажется, чем где-либо. Да, то есть следует запланировать докторскую диссертацию, тогда, может быть, работа в высшей школе будет более... Будет более привлекаться на материальном смысле. Да, в материальном смысле. За дел есть, да. За дел есть, да. Так, уважаемые коллеги, мы заканчиваем наше заседание, да, оно объявляется закрытым. Благодарю всех за участие и прошу отключить прямую трансляцию заседания. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Поздравляю вас. До свидания.